Всем привет и с наступающими новогодними праздниками! Я уже целую неделю хожу и пою песню Mariah Carey All I Want For Christmas Is You И я подумала, что было бы неплохо подарить вам на новогодние праздники разбор этой песни YouTube, конечно же, снимет с меня монетизацию за то, что я буду сейчас включать эту песню Поэтому вы подарите мне на Новый год свой лайк Я буду очень рада Итак, больше всего нас, конечно же, в этой песне интересует начало Потому что оно самое яркое, богатое на какие-то интересные мелизмы Куплеты достаточно одинаково здесь будут звучать Самые сложные, самые вкусные места мы сегодня с вами разберем Начинаем с любимого жесткого смыкания, субтончика Эту строчку Любимого для Mariah Carey я имею ввиду Вот таким образом И потом, что она делает? Уплотняется в своем смыкании, добавляет тванга В конце так смягчила строчку И такой она воздушненький звук ушла Тем самым показав, что, да, конец строчки Оп! На одну ноту в мелизматике стало больше Сразу же начинаем с твердой атаки С большим количеством тванга Следите, чтобы язык ваш был расслаблен Чтобы вообще в целом здесь все было расслаблено Четыре нотки С фрайчика входим в строчку Такой небольшой керлик на D Если медленно, да, делать Но это делаем очень быстро Проскакивая верхнюю нотку Как будто дверь на сильной пружине И мы ее хотим открыть Вот такое вот, да, много тванга получается С фрайчиком А здесь как будто на этой строчке Мы читаем стихотворение С очень большим выражением Через слог буквально делаем Такой акцент, выделение, да И тоже с фрая здесь начинается Значит, тоже твердая атака Да, такое Ближе к толстому смыканию у нас звук Тут не такой Не мюзикловый микс, да А прям такой забойный Еще мелизм Только он быстро К четвертой нотке в мелизме Разделим эту строчку И разберем ее То есть, один и тот же прием на двух нотах Да, сейчас пока не полным голосом пою Знаете, как будто мы поем одну ноту Но немножечко нас занесло повыше То есть, вернуться после верхушки вот этой Нужно опять на первую нотку Как будто вас подтолкнули Тот же самый прием на чу Вот так будет медленно звучать этот мелизм Раз, два, три, четыре Раз, два, раз, два Ну тоже здесь такой же прием Можно разложить его помедленнее спеть Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три, четыре Раз, два, три Тшу-у-у-у-у-у-у-у Можно также делать вот так раз-два-три-четыре, раз-два! Нервное раз, только должна быть. Раз-два-хахах. Раз-два-три-четыре, раз-два. Или так, да? Потому что если мы будем думать про три ноты, то, скорее всего, не получится так спеть. Тут быстрее надо действовать, поэтому будет раз- нервное. make my, тоже нервная make my в идеале, да, три ноточки но мы еще быстрее должны петь make my wish make my wish come это прием cry мы должны с вами очень сильно взрыднуть есть такое слово? взрыднуть ну, в общем, вы поняли, да? сильно приплакнуть это место и прямо зарыдать там и тоже наверху сделать там уже такой головной регистр получается, да, тоненькое смыкание без особого тванга чуть-чуть воздух идет даже, да? make my wish come плачем и уже в голову ушли make my wish come true и дальше опять твердая атака да, это уже на белтинг больше похоже да, это белтинг будет на all на белтинге следите, чтобы у вас не включался сильно пресс и кто-то мявкает не включался бы сильно пресс не было никакого лишнего воздуха никакого лишнего напряжения белтинг делается, да? за счет наклона перстневидного хряща язык расслаблен можно его чуть-чуть вперед высунуть, да? такая сильная плотность белтинг, кстати, как и мелизматику и еще многие приемы, которые есть в этой песне и нет в этой песне я даю на своем курсе прокачка который, кстати, совсем скоро стартует поэтому, чтобы не пропустить новости про этот курс подписывайтесь на мой телеграм-канал там будут все анонсы совсем скоро итак, смотрите all на белтинге потом нам нужно резко снять белтинг и сделать мелизмик в данном случае здесь мелизм продолжается как бы на плотном смыке но я уже не уверена, что на белтинге потому что нужно, чтобы гортань у нас активно шевелилась краска вот эта сохраняется но плотность снимается со звука четыре нотки опять с приемом cry опевание нотки с акцентом на третий раз, раз, два, три, раз разберем въехали да, все поем на фальцетике и 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 вот здесь достаточно быстро пробивается конец ю вот таким концовка, конечно, шикарная была разберем и этот мелизмик, да во-первых, он идет на крещендо, первое ю чуть-чуть увеличили, да кстати, Уитни Хьюсон очень любят такие приемы использовать именно тоже на ю увеличивать ее да, понятно, в общем, чем вдохновлялась на этом мелизме я вам советую последнюю строчку как раз разбирать по частям, потому что там столько приемов и мелизматики, что сначала может не получиться все вместе, поэтому ешься слона по частям, да, сначала вот эту строчку потом эту строчку отдельно два типа смыкания разных чередуем, да и потом мелизматика поехала и и и и и и и в куплете все становится намного легче, идет быстрый ритм и все поется, в общем-то, на миксе с твангом и 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 слушать. Вот эти вот штучки очень часто встречаться будут. Как эту штуку сделать? И на третью нотку делаем акцент. Да, тут надо развивать, конечно, беглость горта, не знать секретики мелизматические и тренироваться много. На самом деле это ближе к белтингу уже все начинается. И получается таким образом плотненький такой звучок. И перед в этот звук она опять через флип выскакивает. Это вообще она очень часто так делает. В крае она это применяет и перед белтинговой ноткой. Господи, я помню, как я не могла взять эту ноту, когда хавер писала пару лет назад буквально, на эту песню. Этот саунд у меня соскакивал. Была одна ошибка. Я чуть-чуть силы применяла для того, чтобы взять эту ноту. Сейчас я прекрасно понимаю, как брать высокие ноты, что для этого нужно. Кстати говоря, об этом тоже буду рассказывать на своем курсе прокачка. Поэтому, если хотите научиться тоже расслабленно, пейте классно и мощно высокие ноты, то я вам очень рекомендую пройти этот курс. Я по сути ничего не делаю. Есть у меня некая поддержка в теле, но не на пресс, а больше на мышцы спины. У меня много тванга, потому что без тванга высокие ноточки нам не спеть. Язык расслаблен. Вау! Да, по сути можно на мяу-мяу-мяу пропеть. Мяу-мяу-мяу! Да, пропели на мяу, такой мартовский котик. И все! И вы можете потом от того, что вы не напряглись, не перенапряглись, допеть еще и милизмик, который там идет. Все! Это не свисток, конечно же, это тонкое смыкание. Ю-у-у-у! Не фальцет, потому что воздуха в нем нет. Ю-у-у! Если сделать, то и не напрягать мышцы шейные, не напрягать пресс, то все будет хорошо. Я надеюсь, что многое из того, что мы сегодня с вами разобрали, у вас получилось, что у вас появилось новогоднее настроение. Вот у меня, например, оно прям появилось. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на мой инстаграм. Встретимся с вами, надеюсь, на моем курсе прокачка. Всем пока и, конечно же, пойте красиво! Субтитры создавал DimaTorzok